Второй половины этого дня. Спасибо, Лёша. Здравствуйте, уважаемые друзья. Привет, Игорь. Ну что ж, прогнозы бульбазавров в последнее время перестали работать. Свой идеальный счёт он подпортил, после чего понеслось раз за разом, раз за разом он начал ошибаться. И, вероятно, НАТО свинцеры должны сегодня побеждать. Он сегодня просто не привык к такому темпу, который избрали команды, потому что на лиге претендентов он расслабился. Тем более, вчера два техлуза было. И не успел форму КЛСЛ восстановить. Поэтому пока что идёт 0-3. Действительно, сегодня противостояние очень-очень интересное. Как минимум, Гамбиты две свои игры там прям вот с дозой валидола вырывали. И мне казалось в конце, как обычно, типичная фраза, ну эту игру Virtus.pro уже проиграть не могут, но они проиграли. Очень сложно было как-то реализовать с Гамбитом свой потенциал. И они его смогли найти ту самую лазейку и переиграть в ВП. Чтобы, конечно, было интересно посмотреть на такую игру. Сейчас же Na'Vi, которые закончили последнюю свою неделю таким с хайпом, можно даже так сказать. Потому что битва у них с M19 получилась на славу. Тоже и Miracle засиял. И, конечно, в первую очередь с кэш на Raycon'е, который очень и очень много импакта вносил в игру. И, конечно же, Raycon' сейчас очень опасный суппорт. Очень многое будет зависеть от драфт-стадии, потому что, как ты упомянул, на Raycon'е не получилось. А вот Грагас и Галлио, допустим, не зашли. И причем Optimus и Daylord явно спуску не дадут. У них отличная КДА. И Miracle немножко по статистике проседает по урону, который он наносит в команде. Но, опять же, это компенсирует в командных сражениях. Мы видели, как он файтится, как он превосходно чувствует ситуацию. И команда ему это позволяет. Также основное противостояние будет между Занзой и Double Aim'ом. Потому что это лесники, которые зарекомендовали себя как очень агрессивные. И, в принципе, интересно будет посмотреть на то, как они будут сражаться друг против друга и на каких чемпионах. Потому что патч новый. Занза показал не так много пиков. А вот Double Aim своего коронного варвика уже засветил. И вот на нем засиял. Насколько будет коронным в этом противостоянии все-таки сейчас. Rixai уходит бан. Со стороны Веги Na'Vi должны отвечать обязательно баном Зака. А может быть и нет. В прошлой игре мы наконец-таки увидели Зака. Он в игре был полезен, но так себя реализовать не смог. Но, кстати, с двумя банами на синей стороне в виде Rixai и Liza что-то я подразумеваю, что Занза будет у нас играть на Нидоле. Вполне вероятно. Причем Зак уходит в блокировку. Кейтен с трэшом ушли в минус. Оптимус и Дейлорд очень любят этих чемпионов. Сигнатурок убрали. Но Калисто на ферст пик неужели? Занза, знаешь, все ждут. Когда же будет Сиджуань? Вот все потихонечку-потихонечку начинают показывать этого чемпиона. И, возможно, в итоге все играют на Сиджуане, кроме Занзы. Что может быть и не странно. Сейчас Сиджуань будет использоваться почаще из-за того, что Испепелитель бафнули. Он дополнительные 5% ХП дает. И вообще в патче 7.14 связка там Испепелитель плюс Шиповный доспех может быть какая-то фатальная для стрелков. Стрелки засиделись на просцене. Слишком долго они были самой сильной ролью. И пора уже с этим что-то делать. Поэтому посмотрим, что у нас будет происходить дальше. Пока же это последний патч, где они так могут засиять. Браун в очередной раз у нас в приоритет уходит для большинства команд. Особенно на красной стороне мы его чаще видим. И действительно Дабл Эйм себе берет пораньше Варвика. И вот вопрос, на чем будет играть Занзе, потому что он до этого использовал Рексай. За Ильизу он играл в предыдущем сезоне, в этом еще пока вроде матча не было. И остается не так много вариантов. И Сиджуань, 9 секунд на размышление. Сиджуань и Рейкон. Это было бы потрясно. Да, это Сиджуань для Занзе. Хотя вот если посмотреть на отыгрыш Делорда, Делорд вот на Рейконе не особо-то много играет. В отличие от Скаша. Но Скаша для себя сам Браума забрал. Что касается Делорда, вот на Рифт Райвлс у него было очень невнятное выступление. И не скажу, что он хорошо на Брауме сегодня сыграл против Роксов. Хотя у Роксов там, конечно, подготовка и то, как они реализовали пик Элизы, наконец-таки. Но это достойно восхищения. Для Нон Холли была очень сложная жизнь на топе. Да, Нон Холли действительно сегодня была очень тяжкая. Но вот посмотрим, как Занзе будет исправлять эту ситуацию. От него давления на ранней стадии игры не хватает, о чем нам говорит статистика. Его килл-патисипейшн он составляет в среднем 60%. Это несколько ниже, нежели у других Листников. И вот нужно устанавливать Занзе форму. Уже три чемпиона, которые Вега для себя набрали, они очень сильны в инициации. Это огромная затанкованность, это хорошая плейн-фаза. Даже с учетом того, что им придется стоять там против Браума Варуса, они могут, ну, Алистар Калиста, в принципе, могут перестоять эту линию без всяких проблем. Конечно, должны зажимать в ранней стадии, но, тем не менее, мы сами знаем, как Алистар Калиста могут организовывать ганки для своего лесника. Потому что инициация действительно восхитительная. Мне интересно, на каком чемпионе будет играть Номанз, потому что он показывал отлично костяпею. Надеюсь, не корки. Надеюсь, не корки, потому что правильно у нас стол аналитики отмечал. Если Вега выпускает Номанза, в последнюю очередь мы ожидаем от него такие пики, которые должны больше работать на команду. Где-то надо много роумить, давить мид. У него это сделать не получилось. Ну, потому что там уже сноубол пошел, и Роксы закончили игру на 25-й минуте. Но другое дело, что Номанза хотелось бы увидеть на более агрессивных персонажах, которые обладают своим собственным плеймейком, где он может переворачивать игры. И Ариана для этого очень здорово подходит. И в эту композицию, кстати, тоже она может зайти. Добить это комбо-вомбо с гигантским количеством контроля. КС-1 против Питера Покера. Сегодня мы уже одного видели. Да и, в принципе, КС-1 все больше и больше появляется. На стриме Фейкер говорил, что возможно, если будут пикать КС-1, но он как-то еще и Джакса на средней линии. Это, знаешь, из таких вот. А вот интересно было бы на это взглянуть. Одного Джакса мы уже увидели сегодня, и он был потрясающий. Ну и к тому же, вот этот, казалось бы, небольшой паф на В-шку 50 рейнджа, который добавил, он действительно существенный. И сейчас вот эти итомизации на Ирэлю иногда собираются через тройственный союз и титаническую гидру, и на Джакса работает очень хорошо. Для любого персонажа, у которого есть и собственные стероиды на скорость атаки, и с предметами сочетается здорово. В Америке у Даршана спрашивали, брали интервью насчет его Джакса, насчет того, почему он начал его использовать. Корки, снова корки для Номанза. Ну что ж такое, бывает. Ну, Ариану отобрали, поэтому в драфт корки заходят тоже неплохо. Другое дело, вау, Вега здесь прям АОЕ вомбо-комбо набирает. Если все это прилетит в ту же Ариану или Варуса, защищаться будет очень сложно. Ну вот вопрос, как пройдет ранняя стадия игры, потому что и Дабл Эйм может очень много давления на верхнюю линию оказать. Но у Нави здесь тоже не суперагрессивный пик, поэтому даже если они как-то смогут захватить для себя преимущество, им будет сложный звенье, берет для себя Джакса. Джакс против Гнары. Причем осознанный выбор. Здесь еще и лесники такие, которые ранее давление не сильно могут на верхнюю линию как-то оказать, поэтому на это противостояние будет интересно посмотреть. В прошлой игре стажер играл против Докси, там действительно получился настоящий хоккей, игроки с друг с другом просто постоянно подались, дрались, как только могли. И казалось бы, стажер эту линию уже выиграть никак не может, но стажер остается все тем же игроком, который постоянно ищет моменты для того, чтобы вернуть себя из отставания. И он все-таки эти моменты нашел, поэтому Гнар был пополезнее, чем Джейс в прошлой игре. А вот хоккейная клюшка свое дело сделала, стала весовым фактором победы. Посмотрим, что в этот раз у нас будет происходить у Натус Винсера, у звенья на туплейне, ну и связка звенья дабл лейм. Посмотрим, как они будут отыгрывать. Занзе может выйти на верхнюю линию, будет чуть-чуть контроля, но Джакс, во-первых, он мобильный, во-вторых, у него есть стан, скачок в том числе на ранней стадии, ну и хороший потенциал уйти и подуэлиться. В ранней стадии Джакс может нормально против Гнара посражаться, пока Гнар не заскейлился, пока он там не получил достаточно много уровней на свой бумеранг, пока у него вэшка там еще не замакшена, поэтому Джакс может с ним неплохо линию стоять. И даже в давние времена, когда Гнар постоянно использовался, иногда мы видели Джакса в этом матчапе, но чаще это происходило все-таки с агрессивными лесниками, с такими, как Элиза, с такими, как Лисин, которые, ну и Рик Сай тоже подходит, которые могут именно уже на первых же минутах вывести Джакса вперед. Если у Джакса не пойдет игра, может случиться то же самое, что сегодня случилось со Скоте и Умтарой на его Джаксе, который был абсолютно бесполезен и закончил игру, если не ошибаюсь, с счетом 0-5-0. Ну вот Гнар, это, наверное, не самый приятный противник на линии для Джакса. Дашан отмечал, что вот приятно поиграть против Фиоры, против Камилы, это, в принципе, более-менее ничего. И ты можешь себе позволить их как-то передуэлить. Перекатать. На самом деле против Фиоры посложнее, наверное, все-таки за Гнара было бы стоять, чем против Джакса. Да, за Джакса. Ну, за Джакса там тоже такой, там все-таки очень близкий матчап, где у Фиоры есть потенциал огромный. Ну, то есть это сноуболющийся персонаж. В любом случае Джакс очень плохо играет из отставания против таких персонажей, потому что у него... Вот главный нерв, когда Джакс вообще с просто сцены ушел, когда он перестал использоваться, это когда ему понерфили статы. То есть ему не срезали урон ни там с Вэшки, ни с Кушки, с ульты тоже, с третьей автоатаки урон не резали. Ему просто порезали регенерацию здоровья, если я не ошибаюсь, броню и просто здоровье, прирост здоровья, из-за чего он стал, ну, сквишовый. И большинство трейдов он не мог выигрывать на линии. А если он их проигрывает, он зажимается, его можно и задайвить, его можно и заобузить. Появление Джакса, появление маленького Йордла, Гнара. И вот постепенно-постепенно туплэйн меняется, меняются остальные линии. В лесу у нас появляются новые чемпионы. Также на саппорте, опять же, мы сейчас будем наблюдать. Самый разнообразный сезон в любом случае сейчас идет, потому что такого количества персонажей на разных позициях мы еще не видели никогда. Здесь повлияло 10 банов, которые ввели профессиональную сцену, здесь повлияло общая вот эта мета, которую попытались сгладить, чтобы командам давали возможность реализовывать именно разные драфты. Ну и к тому же, когда игра пришла уже больше к командному противостоянию, нежели к единичному, когда мог там Фроген пойти и одну игру для своей команды выиграть, когда Фейкер тоже в соло выигрывал игры. Сейчас такое происходит все реже и реже. Даже на LoLU Sports спрашивают, а вот сколько саппортов будет выбрано на этой неделе континентальной лиги? И там есть несколько вариантов, и самый последний там, по-моему, 9 и более. Если мы вспомним предыдущую неделю, то там около 10 было пиков, и в принципе это сумасшедшее количество. И разнообразные лиги легенд. Игра вот-вот у нас начнется, друзья, поэтому чуть-чуточку нам нужно будет еще подождать. А вот, кстати, она получили призывателей Натус Винцера и Вега Сквадрон. Веге надо отыгрываться. Точно так же, как и Нави. После той победы, которую они оформили против М19, они хотят вернуться в борьбу за место в плей-офф. Ну, а Веге, конечно же, не хочется покидать ту самую зону. 2-5 счет, это действительно неудовлетворительно для Веги. Четово их предыдущий сезон и их предыдущие заслуги. Задержка произошла из-за того, что у Нонхолли были не те мастерки, если я не ошибаюсь, не те мастерки и остались. Поэтому в этом матчапе ему будет еще сложнее. Ну, некоторые игроки допускают ошибки, и мы такое иногда наблюдаем. И будет у нас Нонхолли играть с прикосновением огня смерти. Надеюсь, огонь смерти этот повлияет как-то на Джакса, потому что тот играет с пылом битвы и постоянно будет автоатаковать, мешать и сплитпушить. Седжу с каменными узами, в принципе, все более-менее нестандартно, и Алистар защитником колосса. Конечно, играть без пыла битвы на Гнаре очень и очень будет неприятно, потому что много потенциального урона Гнар может потерять. Но другое дело, когда ты можешь запустить бумеранг, и он там ненароком на маленьком количестве здоровья кого-то добьет. Мало ли, здесь поможет это как-то Нонхолли. Ну и Номанс в центре внимания будет, естественно, после некоторых своих фееричных игр на Reef Trivals. Ждем мы от него тоже такого же фееричного врыва на континентальную лигу. Все ждут от Номанза чего-то ого-го, какого крутого, но нужно еще показать это на профессиональной сцене уже в ЛЦЛ. На нижней линии небольшой трейд. Оптимус с Дейлордом разменялись копьями и стрелами с Варусом. В принципе, на бутлейне у нас будет происходить очень много экшена. Алистар — это не тот саппор, который любит ждать. Либо нижняя линия у нас будет стабнировать и развиваться только с приходом лесников. Очень напоминает матчап Гнара против Джакса, матчап Гнара против Ирэли. То есть Джакс и Ирэли пытаются как можно сильнее просадить на свои агрессии Гнара. Но в любом случае, если они его не убивают, им приходится отступать. И когда они возвращаются к своим миньонам, когда они пытаются выйти из поля атаки Гнара, тогда они могут очень сильно и просесть. Здесь Нонхоли неплохо чувствуют пока что этот матчап. Уже две потки свои звенья выпил. Два стака фласка, точнее. Ну вот первый ловло будет очень тяжело, но в последующем чем дальше игра, тем будет сложнее. Нонхоли противостоять Джаксу. Линия пока держится на середине, среднюю. Номан сначала запушил, после чего отошел. Но это очень сильно зависит от сноубола, который Джакс получит. Потому что в любом случае черную секеру можно собрать раньше, чем тройственный союз. И такие пауэр-спайки обязательно надо будет использовать. Доблэйм уже находится недалеко от средней линии. Выжидает в кустах, хочет выйти на Номанза. Но Номанз пока что в Валькирии. Будет очень сложно ускорение. Выбегаем, но выбивает Валькирию. Очень сложно было бы сейчас забрать Номанза. Во-первых, у него есть два умения призывателя. Также и Валькирия. Ну и хватило ли бы урона Варвику и Ариане? Это большой вопрос. А многие недооценивают выбитую Валькирию. Валькирия требует очень много маны, которой корки фатально бывает не хватает. Здесь паскэш и Дэйлорд вместе с Оптимусом играет. А без движения просадили больше, чем на плане здоровья. А вот Дэйлорд пострадал меньше. В любом случае, это очень хорошие размены. И здесь Дэйлорд с Оптимусом, если смогут выйти вперед на этой линии, то, конечно, они станут намного опаснее пораньше. Занзар заходит на Питер Покер. Занзар зашел очень далеко. Занзар играет со скачка. Питер Покер находится под изнурением. Пока Питер Покер убегает, Дэйл Эйм подфлэшивается. Хочет забрать Номанса. Первая кровь проливается для Веги. Сквадрон. А вот Номанс ушел со скачка. Теперь у Дэйл Эйма проблемы. Занзар размахивает булавой. Дальше Дэйл Килл для Занзара. Разбили льдышку. И Дэйл Эйм здесь тоже отдает убийство. 2-0 в четвертой минуте. Вега сейчас действительно сильно выходит вперед. Потому что оба убийства получает Занзара. Мы знаем прекрасно, насколько Сиджуане может быть опасна. Потому что ее просто невозможно будет убить, если у нее очень рано появится спепелитель. Появили еще 2 суммонера из Питера Покера. Дэйл Эйм также потратил свой флэш. Зашел далеко Покер, за что был наказан. Занзар вышел из Ноу Вижена. Я не особо понял, на что здесь рассчитывал вообще Дэйл Эйм. Понятное дело, Питер Покер точно погибал. Здесь не урона. Потраченный уже скачок. Номан свой скачок не тратил. Возможно, не было информации у Дэйл Эйма, что Номанз не потратил свой скачок. Поэтому Дэйл Эйм попытался здесь такой ол-ин пойти. Мало ли бы он там 4 уровень получил, прибавку к здоровью. И тогда бы еще мог бы с Занзарой подраться. Потому что Варвик, когда остается на маленьком количестве здоровья, может любые уже драки выигрывать. Ну и причем Питер Покер, может быть, автотачку бы успел дать или кушечку. Но умер слишком быстро. Занза с Номанзом проконтролировали ситуацию на все 100%. А вот на бутлэйне мы видим, что Оптимус выфармливает ровень с Эмираклом. И это полезно для Калиста, когда она набирает все необходимые для себя предметы. На топе не сладко приходится пока что звенью. Он возвращался пешком на верхнюю линию. Не тратил свой телепорт. Его слегка подзапушили здесь. За счет чего сейчас Нонхоле делает лучший бэк для себя. Занза. Вот такие вот трейды они правильные. То есть ты влетаешь, но когда ты все свои способности потратил, ты должен от Варвика отходить. Занза прекрасно понимает, что он... Ну, точнее, как он должен действовать в этом матчапе. Закходит во вражеский лес, расставляет тотемы с ножа следопыта. И получает информацию, где находится Дабл Эм на нижней линии. Небольшой трейд. Браун. Сейчас попытается уйти, хотя копить достаточно. И трейд в пользу Вега Сквадрон в очередной раз. Оптимус без маны. Но у Скиша не так много хп. Причем баночки у него закончились. Дейлорд сейчас свои выпьет. Все будет хорошо. Раз за разом это происходит. Не пытаются сами Нави инициировать. И Меркл сейчас может быть проблемой. Очень опасно. Нави сдвиживает Олистар и Меркл выфлэшивается. Град стрелу Оптимус. Сам находится под изнурением. Также еще и Скэш выдает свой контроль. Стрелла Аута и Меркл. Что же происходит на этот раз? Нави подрались неплохо. Оптимус потратил исцеление. Меркл скачок. Скэш изнурение. Ровно так же как и Дейлорд. Выгоднее здесь в любом случае для Веги получилось. Потому что из Меркла выбили скачок. А из Оптимуса выбили только лишь исцеление. Оба изнурения были потрачены. Поэтому сейчас Меркл будет уязвим. Когда Занзара получит шестой уровень. Когда возможно Оптимус Дейлорд получит шестой уровень. Я уверен, что будут использовать вот эту слабость на нижней линии. И возможно первое строение уйдет в пользу Веги. Причем тотем на нижней линии был. И Меркл скачком знали где находится Занза. И отошли аккуратненько на линии с Ихоу. Постояли. Занза двинулся во вражеский лес. Посмотреть что делает Дабл Эйм. Знает. Все. Теперь Дабл Эйм забирает свой синий. Петру Покеру бы его желательно еще отдать. Скорее всего отдавать он его не будет. Потому что ему очень важно получить как можно скорее шестой уровень. Так как на контрганг Занза обязательно надо будет зайти. И кстати Занза уже получает свой шестой. Сбэка своей нижней линии. Могут попытаться вот на боте что-нибудь реализовать для себя. Потому что Калисто убивает неплохо даже такого спорта как Браун. Который является затанкованным. Потому что ты можешь просто затаймить момент. Когда у него щиточек уже будет не готов. Меркл в небольшом плюсе. Четыре крипа. Но помимо этого сабля трюмных вод готовая. А у Оптимуса вампирический скипетр. Ситуация на топе все еще не в пользу звенья. И по-моему таковой она не будет. Так как Монхоли его постоянно запушивает. Без помощи своего лесника здесь будет сложно справиться. Дабло им в верхней части леса сейчас находится. И вполне вероятно что Гнар после своего возвращения на верхнюю линию получит ганг от Варвика. Нужно быть максимально аккуратным. Тотем контроля стоит у звенья. Поэтому Занзи туда нужно будет подойти несколько раз. Первый раз зачистить. Второй раз уже возможно гангать. Но пока хороший контроль дракона от Вега-Сквадрона. Возможно будет забирать облачного дракона в свою пользу. И обе команды взяли здесь скейлющийся пик. Который сам по себе там выиграть линию будет достаточно сложно. И корки против Ариана они долго-долго стоят. И в принципе оба лесника, которые действуют в основном по КД своих абсолютных умений. Поэтому надо ожидать именно каких-то важных ротаций от команды. И для Веги сейчас один из лучших моментов. Дабл Эм поджидает в кусте. У него здесь стоит тотем контроля. Но он не знает, что здесь стоит просто тотемчик. Который уже Занзара успел поставить своего испепелителя. И еще очередной разведчик от Калисты. Сколько же вардов они ставят на бутлейн? Гигантское количество. Дабл Эмму не пройти. С двумя бафами. Но где их реализовывать? Корки сейчас получил свой синий. Попытаться его убить мгновенно. Но Номан сможет и выжить. Не факт то, что получится Корки убить мгновенно. У него все-таки есть узнурение. Может, если неподалеку будет находиться Питер Покер. Заблокировать его уходящий урон. Ну то есть Корки здесь не та цель. По которой будет просто сыграть. В таком противостоянии. Если бы было со стороны Нави Синдра. Возможно бы стоило бы. Но мне кажется, здесь больше надо рассчитывать Дабл Эмму на контрганг. И сейчас достаточной информации он не владеет. Так как Занзара полностью контролирует все подходы на нижнюю линию. И команда передвигает сейчас драться уже на топ-лейн. Но Занза заходит во вражеский лес в очередной раз. Какой-то мимо страх львов. Питер Покер сейчас запушен. Неужели будет ганг на среднюю линию? Да, врывается. Ультимайт выдает. Балас полетел. Питер Покер выфлэшивается. Кладет у себя щит. Ударная волна. Но он сам погибает. 3-0 для Вегас. Не ожидали. Не ожидали этого Нави. И еще рассказывается вот те два убийства, которые получил Занзара. Потому что он все... Ну, он везде во вражеском лесу расставил тотем. Он прекрасно знает, в какой части карты находится даблэйм. И из-за чего сейчас полностью нивелируется давление, которое есть у лесника Нави. И первое строение забирают Вега. И кто бы мог подумать, что это произойдет на центральной линии, а не на нижней. Ну, причем очень быстро и на 10-й минуте. Даблэйм проходил мимо Астраклюва. В Занзе это увидел. Зашел в логово. Выпрыгнул. Ну и быстро с Питером Покером разобрались. И дополнительно еще Ариана потратил в очередной раз свои самонеры. 0-2. 80 фарма отставания от Номанзе. Постепенно-постепенно оно будет увеличиваться. Если даже так посмотреть, где может сыграть даблэйм. Единственная линия это, наверное, верхняя. Но передвигаться по своему же лесу сложно. Потому что там стоят тотемы. И на подходе его могут где-то заметить. Но Холли играет достаточно аккуратно. Да, он где-то со звеньем может там размениваться по здоровью. Но не наглеет больше, чем надо. На нижнюю линию зайти уже будет практически невозможно. По Алистару ты сыграть не можешь. Тут Калисто. Если ты играешь по Калисто, Алистар тебя просто выпнет. И единственная возможность для даблэйма это только контрган. Ты всегда подглядываешь за даблэймом. Бедняге некуда пойти. 50 фармов вровень с Занзой. Он сейчас идет. Несмотря на купленный тямат. И Занзая отбирает у него. Отжимает сейчас Занзара. Еще и нижний лес даблэймом. Совсем сложно варвику. И, конечно, Занзара прекрасно знает Сиджуани. Все-таки на этом персонаже... Я почему-то уверен, что до сих пор на их больше всего часов. Если сравнивать с любым другим лесником. Занза в очередной раз готовит засаду. В принципе, может получиться. Ультимейт уже откатился. А у Питера Покера нет. Саммонеров ей... Очередной баланс. Номанс. Ракетки вперед. Питер Покер погибает. 4-0. Очень. Очень какой пощады. Питера осторожно от Веги Сквадрон. И причем они постепенно, постепенно двигаются вперед. Они уже рядом с Т2 на средней линии на 12-й минуте. И Т2 падает. Так Na'Vi ничего с этим поделать не могут. Потому что Джаксу надо скейлиться. Он просто так свою линию покинуть не может. Потому что если он придет на мита и там ничего не сделает, еще упадет и верхняя линия. Еще сильнее засноуболит игру в Вега. Поэтому Na'Vi сейчас очень плачевная ситуация. Оп. У Т1 на поле мимо. Занза подошел. Контер-страйк от Звени. Звени упрыгивает на миньона. Но получает оглушение от Занзы. И этого хватает, чтобы сделать счет 5-0 в этой игре. Корки 3-0-2. Все, что есть у Питера Покера сейчас, это потерянная страница и магические ботинки. Конечно, с таким Корки ты просто не можешь сражаться. И ты ничего не сможешь поделать. Тем более, что Вега сейчас будет просто по всем линиям бегать и сносить вышки. Сноубол уже дичайше получается. 13-ая минута. 14-ая у нас идет. И уже на 5 тысяч Вега вырывается вперед. Играют очень аккуратно. Кто их в этом-то сможет остановить? Здесь, кстати, может получиться даже чистая игра. Если ни одного убийства не отдадут Вега. И ни одной башни они не потеряют. Потому что я пока что не вижу возможности, при которой Нави могут пойти и забрать строение. Они сейчас будут зажаты просто на своей половине карты. Им хотя бы первоначально забрать убийство. Сделать какую-то камбу-вамбу. Варвик, Риана. Возможно, даже как-то с Варусом и Браумом разыграть. Но это будет очень тяжело. С таким преимуществом у Веги с Квадрон. В 5 тысяч на 13-й минуте. Противопоставить сложно. Ну и следующая линия уже пингует сейчас. Сейчас потихоньку Вега хотят что-то сделать с ботом. Правда, Нонхолли направляется на то. Потому что телепорты все еще не тратились. Занзара после полной зачистки леса. Может уже, будучи там с выходом на 11-й уровень. Прийти на бот. И наказать Мириклоса с кэшем. Потому что те пока что ничего не могут сделать с Оптимусом и Долором. А вот здесь приходит один лишь Номанс. У Номанса был пакет. Добрался до линии он быстро. И очередная вышка Т1 может упасть. Но это Калисто. У Калисто все-таки чистого АД немного, чтобы вышки забирать. Долго ждал Номанс. Но в последний момент решился пойти вперед. Помочь союзникам забрать вышку. И продавить еще одну линию. Но сейчас Корки так и будет действовать. Потому что он может запушить линию. Пойти запушить следующую пачку миньонов. И пока Питер Покер будет выфармливать под своей Т3 вышкой. Номанс по карте может делать... Ну, передвигаться очень много. Может делать абсолютно все, что угодно. Здесь еще и можно воздушного дракона забрать. Который, кстати, будет полезен для Веги. Потому что расстояние преодолевать сейчас придется побольше. Помимо того, что Корки сам по себе чемпион, который может легко передвигаться. Он еще и к тому же играет против Ариана. Который нужно бежать пешком. И Питер Покер, если кого-то в лесу встретит. А обзора не так много и недостаточно. Будут в очередной раз проблемы. На боте пингуют Нави. Здесь находится и Дабл Эйм. Сюда приходит Занзара. У Занзары по 3000 здоровья. И забрать его даже с помощью трех персонажей не удастся. И Нави в очередной раз нужно отходить. Занзе чекает кусты. Все происходит ровно. И в пользу Вегис Квадрон. НАТО с Винцерой не могут даже отойти от своей вышки. Но вязать какую-то агрессию. Все под тотальным контролем Вегис Квадрон. Ну честно скажу. 20 вышечка. Вега играет безумно чисто. И в любом случае, когда у тебя два таких скеливающихся пика. Любая ошибка будет наказана серьезно. И вот те самые два убийства, которые отдали Сиджуане. Ну так повлияли сейчас на игру. Скэш поставил щит. Героль Бездны уже был призван. Дабл Эйм. Отходит. Занзе зонит Питера Покера и Эмир. Скэш проседает очень сильно по здоровью. Дабл Эйм. Использует свой ультимейт по оптимусу. Ударная волна стягивает очередной. Раскалисто. Калиста погибает. Питер Покер получает первое убийство для НАТО с Винцера в этой игре. Герольт погибает. Т2 вышку на бутлейне. НАТО с Винцера смогли защитить. Но она потеряла очень много здоровья. Занзе здесь очень долго зонил трех членов команды Нави. Но тем не менее Питер Покер смог использовать свою ударную волну. Откинул Оптимуса. У Оптимуса был скачок. Но сделать он ничего не смог. Забрали убийство для себя Нави. Но это конечно абсолютная мелочь. Потому что общий размен у нас получается один в один. Плюс вышка Т2 для Веги. Вега играет просто по объектам. Их сейчас в меньшей мере интересует убийство. Ну и в принципе до этого мы видели на предыдущих неделях. Что Вега, с которым придерживалась той же тактики. Даже когда они играли заставание. Они старались там где-нибудь вышечку на туплейне выцепить. Попытаться дракончика забрать. И действительно у них хороший обзор. И хороший контроль происходящую на карте. Но мне кажется Вега пойдет. И на 20-й минуте сделать барону на шору. С бароном на шору можно будет открыть и Т3. И забрать инги. Потому что защищаться сейчас Нави будет безумно тяжело. Еще и следующий дракон Огненный. Что не в плюс для Нави. Несмотря на то, что у Нонхоли взята неправильная мастерка. Он все равно лидирует по фарму перед Звене. А у Звеней нету предметов. Нету никакой помощи. И он остался один на один с Гнаром. Когда его команда проигрывает. Ну потому что без Лизняков все это происходит. Я уже отмечал, что Гнар в этом матчапе. Чем дальше, тем проще будет себя чувствовать. Потому что Звене, если даже попытается какую-то агрессию провернуть. Гнар от него просто сбежит. И с этим ты ничего не можешь поделать. Потому что замедления никакого дополнительного не будет. И сейчас на Джакса тот же клинок уничтоженного короля не собирают. Потому что и предмет понерфили. И стоит достаточно дорого для Джакса. Он никаких дополнительных статов полезных не получает. Которые также могут колерировать. Как титаническая гидра. Допустим, Оу Миракл мажет своей цепью порчи. Здесь еще и был Дабл Эм. Могло быть легчайшее убийство для Na'Vi. Но, увы, не получилось реализовать. Да и не факт, что бы получилось. Потому что у Номанса осталось два умения призывателей. Занза находился недалеко. И, в принципе, мог помочь с ультимейта. И в любой ситуации надо свинуться под контролем. Цепочка контроля была бы очень сильная. Там цепь порчи. Там влетает Варвик. Там есть еще контроль от Скэша. И, кажется, Номанса здесь бы заклевали просто. Ну и такое количество предметов, когда... Например, у Питера Покера. Морел Аномикон Корки уже получил грань бесконечности и тройство на союз до 20-й минуты. Два дрожжей. Ну просто сколько же они стоят? Мешок золота нужно отсыпать, оставить. И он все равно умудрился получить. Там 9 тысяч на 5 тысяч. Разница по золоту великовата. Действительно великовата. И, конечно, этот Корки сейчас просто монстр. Потому что уровни еще даже очень низкие у Na'Vi. У них нет никакой затанкованности. Там ракета автоатака. Если она кританет, то, в принципе, больше, чем полкабинета улетит. Ведь у Nato Swincer уже были такие игры, когда они отдавали ранее преимущество. И, к сожалению, не могли вернуться. А вот когда они выстаивают вровень, то там уже начинаются интересные ротации. Много интересных моментов. В этот раз Nato Swincer не повезло. Но нас еще будут ожидать игровой матч с их участием. Но здесь уже, видимо, все предрешено. Потому что ситуация. Пытаются играть по Занзаре. Но если они очень много отдадут на такой ситуации, их просто расстреляет Корки. Поэтому прекрасно Na'Vi должны понимать, в какой ситуации они находятся. Ну и Занзара контролирует здесь контроль обзора. Тем временем NoMans пушит Т3. И, понятное дело, в 1 на 1 против Корки сейчас никто не может стоять. Поэтому приходится сил побольше стягивать. Ну, Занзара просто зонит. Но он забирает Т3. И Т2 точно так же упадет. Как же хорошо и чисто играет сейчас Вега. Выбили скачок из Питера Покера. Занзара вместе с Де Лордом хотели зайти сбоку. Но, опять же, Питер Покер зонил шариком. Вега-эскадрон поджидала момента. Момент настал и все. Кажется, я об этом и говорил. Это Барона Нашора на 20-й минуте. Затанкованности много. Занзара может его вытанковать, как и Де Лорд. Ну, а Калисто это один из тех персонажей, у которых просто застилить Барона Нашора практически невозможно. А тем временем, зрение в 1 на 1 убивает Нон Холли. Как это произошло, не знаю. Тем более, что у Нон Холли был его скачок. Но жадность скупила. Добавьте слова сами. Вега-эскадрон продолжает забирать Барона Нашора. И вот сейчас бы хотя бы состилить. Но... Да, не, не. Не возможно. И очень далеко. И с позиции у них черный лес. И Барон Нашор уходит в пользу Вега-эскадрон. Райенс по золоту 10 тысяч в пользу Веге. Ну, знаешь, всегда хочется верить, что Барон Нашор достанется команде, которая сейчас отстает по золоту и, возможно, будет камбэк. Например, недавно в профессиональных лигах мы видели, как и Людсенс у тиммайта может забрать. Вот что произошло. Ну, да. В такой ситуации уйти уже было сложно здесь. Только если бы Нон Холли прожал бы пораньше свой скачок и смог бы получить мегаформу, он хотя бы, ну, за счет контроля ушел бы от Джакса. Но, тем не менее, сам ситуацию проиграл. И с Бароном Нашором Вега-эскадрон будет давить среднюю линию. Натус Винцеры. Нужно делать камбу-вамбу. Кого-то где-то подловить. Но Вега... Смотри, почему камбу-вамбу? Почему не вамбу-вамбу? Весь мир говорит вамбу-вамбу. Почему камба-вамба? А я не такой, как все. Это мы знаем. Но тем временем Нон Холли запушивает линию помедленнее, потому что усиления на Шора у него нет. А Вега пытается забрать ингип. Так. Но он, кстати, все больно получает, потому что у него нет хикс-дринкера. Доблы. Укусил Занзу, но Кабан урона не почувствовал. Но здесь не сегодня Кабан, но здесь не Кабан, здесь просто огроменный Боров. Смещается на очередную линию НАТУ, Свинцер. О, неплакая инициация. Кемеркл стреляет на урон. Где взять урончик? Погибает Гнар. Неплохая ситуация. Попроса не в очередной раз ужинает Делорда, стяж Катарианы. Ну и что ж такое? Не везет НАТУ. Свинцер не хватает им урона. Слишком большое отставание. Зверь не погибает. Два убийства для Каллисты. И Вегас Катарон делал минус 4. Первоначально урона не хватало, пока не подошел Номенс. И потом мы просто наблюдали за... Даже не знаю, зачем Левиафан влетел. Разорвал на куски здесь полностью Нави. И один лишь Миракл стоит и пытается отбиваться сейчас от атаки Веги. И Вега вчетвером, скорее всего, закончит игру еще раньше, чем Роксы сегодня же закончили игру против той же Веги. И это неплохой камбэк для Веги. Вегас Катарон одерживает победу против НАТУ с Винцерой. Чистая, аккуратная игра. Ну, прям суперчистой не получилось игры. Потому что три убийства они отдали. Ни одну вышку у них не забрали. Но, тем не менее, интрига здесь была разрушена чуть раньше, чем на пятой минуте. Потому что в таких матчапах, в таких сетапах камбэкаться сложно. И если сравнивать мету весной, которой придерживались весной и вообще весь прошлый год, многие команды предпочитали играть от такого мидгейм сетапов. Очень много агрессивных пиков было, которые в любой момент могут перевернуть игру. И если ты даже проигрываешь на три, на четыре тысячи, ожидать камбэк всегда можно было. И некоторые персонажи могли повлиять на исход других линий. Здесь же Na'Vi практически ничего не смогли сделать. Лесника полностью контролировали, а линии продавливали со стороны Веги здесь в чистую. Ну, конечно, такие игры даже, наверное, и разбирать не стоит. Поздравляем Вегу с квадрона. Вот за нато сфинцера я так топил под самый конец. Ну, вот маленький пушистый зверек. Гнар. Ну, вот вроде четыре человека по нему стреляют, но кажется, сейчас убьют и все, выиграют тимфайль. Не получается. Не получается ни при каких обстоятельствах. Очень много урона от Номанзе. В последнем сражении Корки летал. Чудеса на виражах продолжаются. Дробовик Рад пожимает руки. И, естественно, Вега должна быть довольна результатом 1-1, потому что в следующий раз они не будут так недооценивать своих оппонентов. Потому что я считаю, что оппоненты они недооценили. Когда ты берешь для своей команды Рамбла, в него берут Элизу, ты должен точно ожидать много ганков на топе. И здесь Нонхолли ничего в прошлом противостоянии сделать не смог. Сейчас же он играл без лесников, без давления на себя. И, в принципе, команда выиграла игру за него. Вега постепенно начинает возвращать свои силы и с каждой недели становится сильнее. Посмотрим, что будет в дальнейшем. А матч НАТО с Винцера нас еще впереди ожидает. Очень много интересностей от НАТО с Винцера. Хочется посмотреть на такой же матч, как против М19. Вот какие-то чудеса от НАВИ. Сегодня НАВИ еще сыграют. Поэтому такие игры в дизмораль тебя вгоняют, естественно. Потому что руки опускаются. Ты ничего не можешь делать. Тебя застомпили. И тебе надо ресетнуть свой разум, так сказать. И в дальнейшем все начать с чистого листа. Если в НАВИ это получится, то, конечно же, будет очень здорово. Но работать над ошибками стоит. Здесь Дабл Эйма наказали... Ну, Дабл Эйма и Питер Покер. Если бы они отдали лишь одно убийство, и Дабл Эйма остался бы скачок, то ситуация, наверное, получилась бы другой. Но, тем не менее, на что он рассчитывал, будучи третьего уровня, когда он пытался играть со скачка по Номанзу, я немножко не понял. Хотя с таким контролем карты и количеством вардов расставленных, сложно было Дабл Эйму перемещаться. Так что даже если бы не эти два убийства, возможно бы результат остался прежним. Ну что ж, друзья, у нас интервью с Занзарахом, который наконец-то пикнул Сиджуани, которого мы так давно ждали. Женя, тебе слово. Спасибо большое, Миша. Ну что, как тебе мета, в которой ты наконец-то мог вытащить своего корового чемпиона? Ну, меня, в принципе, устраивает. Мета я всегда любил играть на таких танках-джанглерах, которые могут быть полезны в мид-лид-гейме. Поэтому сейчас меня, в принципе, все устраивает. Я рад, что Райт сделали это обновление. Хорошо. Чем Сиджуани так хороша? Ну, наверное, это сейчас танк с самым высоким базовым уроном в игре. И из-за того, что поменяли пламя-бамя, ты можешь не проседать по клиру в начале. И у тебя все хорошо против агрессивных лесенков, таких как Рокса и Лиза и тому подобное. Расскажи, с какими мыслями вы уходили со сцены после поражения Роксама? И с какими мыслями подходили к игре с Na'Vi? Ну, мы не рассчитывали, что Рокскис будет настолько сильным. Они показывают реально хорошую игру. Я думаю, что им пошли эти две недели очень сильно на пользу. Поэтому, скорее всего, мы недооценили противника очень сильно. Насчет Na'Vi. Мы, в принципе, уже играли с ними, знали, как они будут играть. И у них не поменялся стиль игры. Поэтому мы просто взяли комфортные пики, сделали, что хотели сделать, и все, выиграли. Что нужно добавить в вашей игре, чтобы команда Vega стала чуть более стабильна в своих результатах? Ну, не знаю. Наверное, зависит от того, что мы постоянно пробуем какие-то новые стратегии. Возможно, когда мы определимся, как мы хотим развиваться, и нам не будут в этом препятствовать, то мы будем стабильно хорошо отыгрывать. Что ж, тогда чуть больше определения тебе, а мы уходим на небольшой перерыв и вернемся к вам со следующими играми.